Новый шестой сезон Саспект стартует через 4 дня. Это значит, что в этот четверг в 16.00 по московскому времени мы уже увидим нового персонажа, новые эксклюзивные скины золотого пропуска. Здарова всем подозреваемым и с вами как всегда Саня Слоун. И сегодня в этом видео мы поговорим про всё то, что ожидает нас в этом обновлении. Ребята, эта информация вас должна потрясти. Мы обсудим роль мэр, которая должна будет добавлена в игру уже очень скоро и проблематичность этой роли, почему до сих пор разработчики не добавили её в игру. Также, естественно, мы приближаемся всё ближе к новой третьей карте. Мы обсудим новых персонажей. Ну и, конечно же, подведём итоги на прошлый розыгрыш на 240 алмазов моему случайному подписчику. Поэтому обязательно досмотри это видео до самого конца. Ты готов? Тогда скорее ставь лайк. Так, подписывайся на канал и не забудь нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, в настройках игры вводи самый топовый код автора Слоун. Ну а мы начинаем. Дамы и господа, мальчики и девочки, сэры и сэрихи, здравствуйте. И сегодня в этом видео мы затронем несколько интересных и актуальных моментов, которые касаются нас каждый день. Во-первых, давайте сразу же начнём с новой карты. Ребята, как только стартует шестой сезон, у нас в этот период должны появиться уже небольшие спойлеры по поводу новой карты. И сейчас я могу вам с твёрдостью и с уверенностью сказать, что эта карта, скорее всего, по моим догадкам, естественно, будет зоопарком. Либо что-то будет связано именно с этим. Не знаю почему, но у меня такое предчувствие, что это будет именно зоопарк. И в этом зоопарке будет какой-то особняк, в котором мы все с вами будем находиться. Пока что это всего лишь только мои догадки, но, ребята, я отталкиваюсь не просто так из своих мыслей. На это у меня есть несколько интересных фактов, но которые я не могу вам, ребята, объяснить в этом видео. Я надеюсь, что в ближайшие дни наступит тот час, когда я раскрою вам все секреты, которые я знаю лично, ребята. Ну а пока мы думаем и гадаем, что это будет за новая карта, ребята, мы давно с вами не говорили про роль мэр. Да, ребята, это та самая роль, которую разработчики спойлерили еще во втором сезоне. И до сих пор мы не наблюдаем эту роль в игре. Почему-то разработчики не добавляют ее в игру. И на это есть несколько причин. Во-первых, ребята, сейчас я вам спойлерну будущую обнову, о которой разработчики еще никому не говорили и никому не писали. Просто это логическое умозаключение. Смотрите, если у нас роль мэр, это такая роль, которая дает какое-то преимущество на голосовании. То есть, исходя из прошлых моих видео, вы видели геймплей этой роли и вы видели, как она работает на голосовании. Это значит, что когда мэр выбирает какого-то подозреваемого на голосовании, то этот подозреваемый, он как-то помечается. То есть, пометочка такая, типа как бы как коронка. И тогда все в этом лобби понимают, кто в этой игре мэр. И, естественно, убийца не составит труда слить его сразу же в следующем раунде до следующего голосования. И это, по мнению разработчиков, естественно, считается имбалансным. Но что же можно такого придумать для того, чтобы скрыть эту роль, ребята? И я уверен, многим из вас уже пришла в голову мысль анонимное голосование. Да, это то, что разработчики должны будут вести в игру. И это не какая-то официальная информация, которую мне поведали сами разработчики. Это просто логический вывод. Потому что иначе, как скрыть эту роль, других вариантов просто нет. Единственное, что, кстати, пойдет и на пользу нашей игре, это реально анонимное голосование. Потому что, ребята, допустим, у меня такая мысль возникла, что если в нашей игре будет не три игровых рейтинговых режима, а четыре. И, например, первый это будет классический для новичков, второй будет классический средний, третий будет продвинутый и четвертый будет экспертный. Тот режим, ребята, в котором будет добавлена роль мэр и в котором будет работать анонимное голосование, когда мы не сможем видеть, кто за кого голосует. Во-первых, это даст небольшой буст для убийц, они смогут как-то разогнаться и, в принципе, ну, мне кажется, что хейта будет меньше, потому что тогда они будут видеть, кто за кого голосует. Типа, будут говорить, а он руинер, не руинер. И, в общем-то, вот эта проблема отсечется сама собой. То есть, как по мне, анонимное голосование это та вещь, которая необходима в этой игре. По сути, в Among Us это есть и это классная штука, она работает и, в общем-то, все довольны, никто не жалуется. Но, допустим, сделать это в экспертном режиме, например, четвертый по сложности. Допустим, пусть он начинается, например, там с 2100 IQ, к примеру, да? И вот с этого момента, с 2100 IQ у вас начинается экспертный режим, где уже играют прям эксперты и там анонимное голосование, то есть намного сложнее становится. На данный момент обычный режим классический делится всего на три градации. Это новички, это средний и это продвинутый. И, ребята, нам этого недостаточно, потому что в продвинутом ты можешь играть без конца. Хоть у тебя 3000, хоть у тебя 2000 IQ, хоть у тебя 5000 IQ, все равно ты будешь играть на продвинутом с теми же игроками, которые играют на продвинутом. А их, как правило, не так много игроков, которые играют именно на каких-то высоких IQ. Поэтому, ребята, как мне кажется, нужно вводить четвертую ступень и это будет что-то типа экспертного режима. В общем, я жду от тебя твое мнение в комментариях, потому что мне реально интересно, поможет это игре или нет. Лично я считаю, что анонимное голосование это та вещь, которая нам необходима просто вот позарез. Иначе у убийц просто нет шансов. Особенно в те моменты, когда напарник убийцы пропускает голосование и его сразу начинают подозревать. В этом случае тогда у нас не будет вариантов так подобно этому. То есть тогда уже не будет подозрений на того игрока, который пропускает голосование. Вот и все. И минус уже одна проблема. Но там на самом деле минус много проблем. Но вот вообще на самом деле это реально полезная штука будет, мне кажется. Будет намного интереснее играть. Теперь, ребята, по поводу новых персонажей. Из прошлых моих видео, ребята, вы знаете, что в игру должны будут добавить двух новых персонажей. Как я это узнал? Я просто просчитал, ребята, по прошлым сезонам. И получилось, что каждый сезон разработчики добавляют эксклюзивного персонажа. И после него сразу же какого-то нового. Буквально там через неделю-две, все, они добавляют нового перса. То есть получается по факту, через 4 дня, в четверг, в 16.00 по московскому времени. С учетом, если разработчики не перенесут этот сезон, у нас должен появиться хэллоуинский сезон. То есть хэллоуинский золотой пропуск с новым персонажем. И через неделю появляется еще один персонаж. Хотя, возможно, этот новый персонаж появится не через неделю, а четко по 31 октября. Как раз в хэллоуин, ребята. Если кто не знает, ребята, хэллоуин, он у нас выпадает на 31 октября. Это будет всемирный праздник. То есть в русскоязычных странах этот праздник, конечно же, празднуется не так особо, да, как в зарубежных странах. Но так как наши разработчики, они живут за границей, и у них этот праздник в почете, то хэллоуин, ребята, мы будем отмечать вместе с ними. И они нам уже давали на это целую кучу намеков, ребята. Что у нас будет какой-то новый измененный особняк, специально сделанный на хэллоуин. В общем, будет все максимально приближенно к хоррор-атмосфере. Ну и, конечно, ребята, естественно, там будут и скинчики новенькие хэллоуинские. И, кстати, в пропуске тоже. Мне кажется вообще, что тематика этого сезона будет именно связана с хэллоуином. Я специально поиграл в несколько похожих игр мобильных, где уже добавился новый сезон. То есть он уже стартовал до того, как начался хэллоуин. И во всех этих играх, ребята, сезон, он именно хэллоуинский. То есть практически в каждой игре, в которую я заходил, там уже начался хэллоуинский сезон. Хотя до хэллоуина, ребята, у нас еще целая куча времени. Он начнется 31 октября. Но, ребята, скорее всего в Suspects будет то же самое. Подозреваемые будут праздновать хэллоуин на карте особняк, где будет куча тыкв, привидений, всякие хоррор-режимы. И да, разработчики готовят для нас что-то необычное. Пока что они не могут сказать что, но это будет что-то связано с игровыми режимами. Что-то такое вот, что, видимо, будет как булка, может быть, может быть, будет два булки. Может быть, будет какой-то скримак, еще что-нибудь такое. Но интересно, что это будет. Я надеюсь, что они сделают какой-то интересный ивент на это все действие. В общем, доживем, увидим, ребята. Теперь по поводу конкретно новых персонажей. Ребята, я не знаю точно, вернее, я знаю точно, что будут за персонажи. Но я не знаю точно, что это будут за персонажи. Вот так вот, я кличко просто. В общем, не могу я вам сказать, ребята, про новых персонажей конкретно. Думаю, что через буквально день-два, а может и сегодня, ребята, разработчики мне скинут информацию по поводу нового шестого сезона. И покажут скины и так далее, для того, чтобы я мог их показать вам, естественно. И вся эта инфа по шестому сезону. Эксклюзивный персонаж, новые скины, игровые режимы, все сливы по новой карте, ребята, самым первым вы увидите только на этом канале. Поэтому обязательно подписывайтесь и включайте уведомления, чтобы не пропустить. Ну а также, ребята, естественно, на этом канале через несколько дней уже стартует розыгрыш на 10 золотых пропусков для моих 10 случайных подписчиков. Потому что, ребята, каждый сезон на моем канале стартует этот крупный розыгрыш на 10 золотых пропусков. Естественно, как всегда, ребята, поэтому участвуйте обязательно. Уже через несколько дней все начнется. Ну и, конечно же, для того, чтобы войти в новый сезон с чистой совестью, давайте подведем итоги на прошлый розыгрыш. И победителем прошлого розыгрыша стал вот этот вот мой случайный подписчик. Алмазы я, конечно же, уже отправил ему на аккаунт, с чем его и поздравляю. Но и новый розыгрыш, ребята, стартует с шестым сезоном. Поэтому обязательно поставь уведомления, чтобы не пропустить. В общем, если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, в настройках игры вводи самый топовый код автора Слоун. Ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok